Эти кадры были сняты сразу после происшествия одним из очевидцев. Мужчина, которого грузит в карету скорой, 68-летний Валерий Перцев, директор школы искусств имени Кабалевского. Женщина, которая сидит на асфальте, его заместитель Татьяна Двизова. Несколько минут назад, как говорят очевидцы, их в зоне действия пешеходного перехода сбила вот эта БМВ пятой модели. Вообще не заметил, вообще темно было, ничего не видно было. В последний момент увидел, взял влево, зацепил бампером и получается стекло. Это происшествие взбудоражило интернет-сообщество города. В одной из групп соцсети ВКонтакте его обсуждают все выходные и ищут свидетелей. По информации интернет-пользователей, следователю предлагали повернуть факты и обстоятельства происшествия так, чтобы предполагаемый виновник ушел от ответственности. Но дознаватель, опять же по слухам, от такого предложения отказался. Ну это и все, подержи. В районе этого перехода не работают фонари на трех столбах. Удар и переходящих дорогу людей отбрасывает на несколько метров от зебры. Сразу выбежал, ни одного человека, никого не было. Кричал, выбежал. Молодой парень вот из парка, да, помог. Я хоть за телефоном набежал, он дедушке голову держал. Скорую вызвали, ждали. Пока инспекторы ДПС составляли схемы происшествия, в карете скорой врачи боролись за жизнь пострадавшего Валерия Перцева. Там множественный перелом ребер, черепно-мозговая травма. Но тут сейчас надо с ним разбираться. Пострадавшую Татьяну Двизову карета скорой доставила в больницу Симашко. Переломы рук, ног, ребер, черепно-мозговая травма, сотрясение мозга. Понимаете, в чем дело? Так называемый зубовидный отросток на уровне С2 позвонка, на котором совершаются движения нашей головы в этой плоскости. Чем это чревато? Этот зубовидный отросток может вклиниться в спинно-мозговой канал, где у нас находятся очень важные структуры, такие как продолговатый мозг. В результате чего? Вплоть до летальных исходов. Происшествие, которое с ней приключилось в пятницу, Татьяна Двизова помнит смутно. Шли через парк домой, вышли на зебру. Машин рядом не было. Она появилась так неожиданно быстро, что мы ее просто не видели. Откуда она не слазит, я даже понятия не имею. То есть, скорее всего, превышала скорость, да? Ну, естественно, если бы она ехала нормально, мы бы ее увидели и пропустили бы. Превышал ли скорость водитель БМВ или нет, ответ на этот вопрос большой роли в этом деле не сыграет. Орловские полицейские уже готовы назвать виновника ДТП. Им окажется 22-летний водитель БМВ. Мы это сделали.